Коней по праву называют одними из самых красивых и грациозных животных. Рядом с человеком они уже на протяжении многих тысячелетий, и все эти годы помогали ему в труде и на полях сражений, сопровождали в дни народных празднеств и гуляний. Сегодня миссия у этих удивительных созданий совсем иная, но они по-прежнему необходимы человеку. Ведь именно лошади способны создать не только хорошее настроение, но и стать настоящим верным другом. Именно таким другом стали лошади для каждого из этих мальчишек и девчонок из конно-спортивного клуба «Витязь». Они готовы пропадать здесь с утра и до вечера, понимая, что удовольствие кататься верхом совсем не главное. В первую очередь это труд. Каждодневные тренировки, где готовятся к соревнованиям по конкуру, барьерным скачкам. Кстати, у клуба неплохие достижения. На недавнем чемпионате области его воспитанники заняли все верхние ступени пьедестала почета. Соревнования и победы – это одно, а еще за животными нужен постоянный уход. Помыть, почистить, причесать, накормить. По словам тренера, это ребятам не в тягость, а в радость. Ведь ради настоящей дружбы можно и горы свернуть. Сейчас лето, да, здесь местность Горьковское море. И очень много вот этих паразитов слепнее, мух, да. И мы стараемся тренировки проводить в 6 утра. И как бы не каждый ребенок хочет встать в 6 утра. Но они все без проблем встают и бегом сюда прибегают. Как бы здесь занимаются ни Соня, ни лентяи. Привет. Привет. Здоровайся. Привет. Привет. Давай сходим. Мы будем угостить. Да. Давай тебе погладь Фанатику. Погладь. Ты хороший, ты добрый. Я тебя люблю, скажи. Я тебя люблю. У 8-летнего Назара ДЦП. Но диагноз не стал приговором ни для него, ни для его родителей. Они борются с недугом всеми возможными и невозможными способами. И одним из самых эффективных оказался этот. Ипотерапия. Лечение при помощи верховой езды. Два, а то и три раза в неделю мальчик занимается в клубе «Витязь». Уже на протяжении года. И каждый раз с нетерпением ждет встречи со своими новыми друзьями. Ручку левую вперед. Так. Правую теперь. Так. Две ручки на заголовок. Хорошо. Подъем. Еще раз. Отлично. Хорошо. И садись. Молодец. Отлично. А ты в садик ходила? Да. В садик я ходила. В красный. Меня всегда в угол вставили. И еще раз. Ручки в стороны. Я потому что в обед, где сейчас, дровать с подушкой. Сейчас год прошел. Мы видим положительный, огромный результат. И ходит сам. И спокойно держится без рук на лошади. В движении, без движения. Выполняет гимнастику. Это все очень настолько полезно. Вот. И единственное пожелание родителям, чтобы не опускали руки. Все это возможно. Это зависит от ребенка и от родителей. На своем стоять буду. Живого не слезу. Сказал Назар. Ты как хочешь, а ты пойдешь все равно. Потому что основная задача. Потому что мы родители не вечные. И нужно, чтобы ребенка по возможности максимально, чтобы он адаптировался, чтобы он смог жить среди людей один самостоятельно. Плохо ли, хорошо ли, но сам. Вот моя цель такая. Чтобы он сам мог передвигаться. Чтобы он сам мог себя обслуживать. Ну, социализация максимальная. Я думаю, что он сильный духом человек. Такой путь, который ему суждено по жизни, он идет, я думаю, с поднятой головой. Потому что он никогда не будет там плакать. Вот, у меня что-то не получается. Нет, есть, конечно, не хочу, не буду. Давай все бросим, останемся дома. Но все равно же это как бы нужно пройти, нужно отработать, чтобы в дальнейшем ему же самому было легче. Ему и в самом деле легче. И теперь не встать на ноги, в прямом смысле этого слова, Назарко просто не может. Помогут и родители, и тренер. И его главный и любимый друг Доня, который не только растопил сердце мальчишки, но и заставил поверить в себя. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok